приветствую вас дорогие друзья гости моего канала цветочный сад у аленушки сегодня у нас будет вот такая работа по перевалке эустому в больше объем эустома хорошо наросла но есть маленькие еще кустики тут наверно зависит от разных условий содержания от сорта и так далее не будем останавливаться на такой теме как от чего зависит рост я сегодня буду показывать вам как я делаю пересадку какой объем какая корневая система а какие экземпляры еще пересаживать не буду вот кому интересна такая тема кто сел вместе со мной прекрасный цветок как эустом оставайтесь будем ухаживать за растениями делать перевалку в новый объем и так первое что нам надо это определить на какой стадии пора нам пикировать уже эустому конечно мы смотрим по листикам листики у меня уже в основном выходят все за пределы окружности емкости либо так окружность либо тут квадратный квадратная форма горшочка то есть она выходит за пределы листик но самое главное надо определять по развитию корневой системы то есть я допустим могу вам показать вот такие экземпляры у которых очень хорошо развита корневая система их пора пересаживать и есть поменьше вот посмотрите корешок он уже сформировал колечко уже хорошо развита отлично корневая система со всех сторон это можно видеть и наблюдать и сейчас покажу вам эустому которая еще не готова к пересадке вот допустим давайте возьмем у меня есть горшочек вот здесь эустома не выходит за пределы окружности емкости то есть она еще маленькая это совсем другой сорт он отстает в развитии по корневой системе я не вижу что из дренажных отверстий выходят корешки их совсем не видно и также мы можем сделать аккуратно перевалку и посмотреть вот он даже развалился корневой системы здесь в основном еще даже и не видно где то есть такие совсем маленькие вот корешки но это ни о чем не говорит то есть такую эустому мы будем доращивать пока что я перевалкой такой эустома заниматься не буду также и другие экземпляры есть вот такая тоже эустома она только доросла до края горшочка но если сделать осмотр корневой системы из дренажных отверстий во-первых не видно и достаем из горшка точно также видим что только-только начал развиваться корешок поэтому такого объема еще вполне достаточно здесь все горшочки по 180 грамм в одинаково условиях растут одинаковый объем то есть совершенно одинаковые условия такая же подсветка но видимо в зависимости от сорта вот этот сорт не помню как он называется я не записывала просто знаю что совершенно разные сорта он развивается намного медленнее поэтому около где-то 20 горшочков я сегодня пигировать не буду они еще будут стоять у меня под подсветкой и ждать своей очереди пока что нарастет корневая система подкормку я обязательно дам монокалий фосфат для развития корневой системы грунт просохнет потому что не очень давно поливала как только подсохнет грунт я дам такую подкормку здесь я просмотрела что в основном везде видна корневая система в дренажных отверстиях вот в этих горшочках с этими растениями которые буду сегодня переваливать то есть такие экземпляры нужно будет пересаживать грунт я использую смешанный покупной и своя садовая земля то есть равных пропорциях 50 на 50 немного добавила агроперлита чтобы грунт был воздухопроницаемым влагопроницаемый обязательно в емкостях которые буду пересаживать а емкостью мне будет по пол литра горшочки вот такие горшочки на пол литра здесь уже есть дренажные отверстия чтобы было куда стекать лишней влаги любое растение не любит переувлажнение если мы переувлажнение обязательно конечно должны быть дренажные отверстия никаких таких как бы секретов нет в перевалке я насыпаю субстрат делаю перевалку аккуратненько из горшочка хорошо развит корень посмотрите уже естественно вот такой корешок он сейчас быстро пойдет в рост немного колечко вот так я взъерошу надо немного отсыпать земли потому что вижу что я многовато насыпала и замеряем здесь еще можно и отсыпать конечно хорошо делать перевалку когда уже гнездо из горшка сформировано но в принципе вот так да вполне достаточно сейчас подсыплю субстрат сегодня я пролью обычной водой можно добавить любой стимулятор роста может быть и добавлю какой-нибудь стимулятор типа как энерген или эпин циркон hb101 то есть все что есть а первую подкормку я тоже сделаю монокалифосфат после того как где-то пройдет неделька я обязательно дам первую подкормку для хорошего развития корневой системы напишите пожалуйста кто делал вместе со мной посев устома как выглядит ваша устома потому что некоторые у меня уже начинают идти в побег форме формировать именно стволик вот здесь вот который я сделаю пересадку вот мы уже кроме листьев мы видим пошло растение расти в стволик это говорит о том что растению нашему все нравится и точно так же я буду поступать со всеми экземплярами вот такая работа сегодня предстоит у меня по пересадки устома это устома будет находиться до того момента когда я буду видеть что этого объема мало тогда я пересажу в больший объем но может быть этого объема и хватит до высадки на постоянное место будем смотреть не знаю точно будем смотреть по развитию корневой системы все зависит от корня как растение двинется в рост потому что если мы оставили бы в этом объеме 180 грамм то корневой системе развиваться уже было негде и она бы тормозила бы у нас в развитии то есть замедлила свой рост поэтому чтобы она быстрее росла конечно ей лучше делать перевалку в больший объем а и и добавляю 2 капельки на литр 1 2 капли на литр но здесь у меня литровый вот такой объем литровая лечка размешиваю и буду проливать свою чтобы они получше прижились вот так у меня получился вот такой поддон с устомой где-то и устома еще маленького рис по краю она будет дорастать это устома вся уже рассажена у меня понравилось друзья видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал пишите пожалуйста как ваше растение устома сделали ли вы перевалку больший объем кто сеял вместе со мной как она у вас растет если какие проблемы или наоборот лучше выросла больше чем у меня давайте делиться друг с другом своими достижениями с вас лайк подписка колокольчик до новых встреч и до новых интересных видео пока пока а и а и Продолжение следует...